Добрый день! С новостями к этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. В Павлодаре в канализации подвала нашли плод недоношенного младенца. Подробности в выпуске. По чьей вине гибнут люди на дороге, строительство которой еще не завершилось. Об этом через несколько минут расскажу я, Атиас Махамбетов. В стране будут блокировать нелегально ввезенные телефоны. И какие еще новшества предлагают в Министерстве цифрового развития? Расскажем далее. Ужасающая находка в Павлодаре. Плод недоношенного младенца нашли в канализации подвала в одном из подъездов жилых домов, сообщает полиция КЗ. Тело ребенка обнаружили во время чистки труп. Полицейские начали расследование по сотой статье Уголовного кодекса «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об Уральске в мусорном баке нашли живого младенца. Об этом заявили в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области. Ребенка обнаружила женщина, проходившая мимо мусорных контейнеров по улице Надежда. По ее словам, сначала она подумала, что среди отходов пищит котенок, но позже поняла, что это плач ребенка. Новорожденный мальчик был завернут в целлофановый пакет. Прибывшие на место вызова полицейские практически сразу установили мать ребенка. Мальчика экстренно госпитализировали в городскую многопрофильную больницу. 24 апреля текущего года примерно в 11.30 часов на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 по улице Надежда обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет. По прибытию на место происшествия установлен новорожденный ребенок мужского пола, который был экстренно госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование. По статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан проводятся все необходимые следственные действия. Школьник за рулем иномарки насмерть сбил 4-летнего ребенка в Житцузской области. Трагедия произошла на одной из улиц города Сарканда. Видеозапись, на которой запечатлен момент наезда, распространилась в соцсетях. Как выяснилось, автомобилем «Хонда» управлял 15-летний школьник. Малыш, попавший под колеса, скончался в районной больнице. Полиция проводит досудебное расследование. Авто помещено на спецстоянку. Правоохранители напомнили, что передавать управление автотранспорта несовершеннолетним категорически запрещено. Тем временем, два человека погибли в результате жуткой аварии на трассе в Алматинской области. Это далеко не первое дорожное происшествие в этом году на путепроводе Бакат. В чем причина участившихся аварий и как их предотвратить? Вместе с дорожными инспекторами выяснял Дияс Мохамбетов. Эти кадры облетели всю страну. Ночное ДТП на отрезке Большой Алматинской кольцевой автодороги между поселками Жапек-Батыр и Комсомол с участием двух авто оборвало жизни двух человек. Это жуткая авария произошла здесь, на участке Бакат. На высокой скорости лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковушка. По обе стороны трассы до сих пор разбросаны обломки от автомашин. Этой и множество других аварий могло бы и не быть, если бы люди соблюдали правила дорожного движения и чаще обращали внимание на предупреждающие знаки. Вместе с сотрудниками патрульной полиции мы отправились на рейд на поиски автолюбителей, которые, не дожидаясь официального запуска путепровода Бакат, беспрепятственно нарушают ПДД. Только за пару часов инспекторы внесли в свои планшеты свыше двух десятков имен. Люди в обход знака, движение разрешено только для служебных авто, пытались сократить маршрут, проехав по трассе. Самые смелые вовсе двигались по встречке. Одни признались в том, что не заметили предупреждающих знаков, другие просто решили проехать из любопытства. В стройкомпании заявили, что автодорога Бакат на стадии приемки и официально не запущена. Но есть исключения для тех автолюбителей, кто проживает в близлежащих поселках. Наряду с полицейскими проезд по участкам, где ведется строительство, регулярно патрулируют инспекторы самой компании. Однако их количества не хватает на весь Бакат. За время съемок мы стали свидетелями нескольких ДТП. В результате пострадали люди. Обошлось без жертв. А вот что касается Большой Алматинской кольцевой автодороги, то запуск объекта намечен на первую половину этого года. Казахстан надеется на справедливое ценообразование при покупке российского газа. Свои ожидания сегодня в кулуарах правительства озвучил глава Минэнерго Алмасадам Садкалиев. При этом будут приниматься во внимание факторы стратегического партнерства между странами, отметил он. Напомню, ранее компания «Газпрома» опровергла заявление Алмасадама Садкалиева о сниженной цене на российский газ для Казахстана в сравнении с Белоруссией и Европой. Цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, складывается на сцены транспортировки по территории стран. Сейчас складывается из доходности, которую производитель того или иного продукта вкладывает в базовую себестоимость. Мы понимаем, что цену на газ определяет корпорация «Газпром» и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь. В Казахстане могут появиться детские сим-карты. Об этом на заседании Кабмина сообщил глава Минцифровизации Багдад Мусин. По его словам, ведомство изучает различные варианты по защите детей от противоправного контента. Министр также заявил о необходимости внедрения детского тарифного плана. Он рассказал и о завозе порядка трех миллионов сотовых телефонов с помощью серых скем с дублирующими имей-кодами. Сейчас готовятся поправки в законодательство, которые предотвратят теневой оборот мобильников, сообщил Багдад Мусин. Если человек купит мобильный телефон у серых дилеров и попытается в него ставить сим-карту или зарегистрировать в сетях, телеком-сетях Республики Казахстан, то он просто не будет работать, то есть регистрация не будет произведена. В момент покупки нужно будет именно просить зарегистрировать мобильный телефон в сетях мобильных операторов. Частные компании скрывают своих сотрудников призывного возраста. Об этом заявили на брифинге в службе центральной коммуникации представители Министерства обороны. Сейчас идет весенняя призывная кампания. Как оказалось, кроме родителей, в армию юноши не хотят отпускать и работодатели. К слову, 18 тысяч новобранцев должны пополнить ряды вооруженных сил этой весной. А также сокрытие руководителями частных организаций в сфере торговли и строительства своих работников призывного возраста. Это выезды призывников за пределы Республики Казахстан по различным причинам. Это вот, которые перечислили все основные проблемы. В Алматы проведут испытания тепловых сетей. Проверка коммунальной инфраструктуры охватит все 8 районов города в период с 27 апреля по 14 мая. Во время исследований трубопроводов ежедневно с 4 до 7 часов утра горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности. А в случае затопления алматинцам необходимо немедленно позвонить в аварийные службы. Отмечается, что во время инспекции водоснабжение в домах отключать не будут. Это все новости к данному часу. Более подробно о событиях дня смотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин